От развития бизнеса до вручения госнаград. В Рио губернатор Тюменской области Александр Мор сегодня находится с рабочим визитом в Новом Уренгое. Там он уже встретился с Рио губернатором ЕНАУ Дмитрием Артюховым и с секретарями местных и первичных отделений партии «Единая Россия». Детали узнаем от нашей коллеги Ирины Шипиловой. Ирина, приветствуем тебя. Ирина, здравствуй, тебе слово. Детали, здравствуй, тебе слово. На что временно исполняющий обязанности Тюменской области ответил, что лично в увеличении населения в Тюменской области он уже поучаствовал. У него четверо детей. А что касается Ямала, то к услугам ямальцев все медицинские технологии Юга области, а также целая стратегия по развитию возможностей для молодежи. Чтобы молодежь, молодые люди учились, развивались, строили карьеру здесь, в нашем большом сложносоставном субъекте. Оставались здесь и работали на его благо. Также, конечно, упомянули большое количество программ, связывающих Ямал и Тюменскую область. Это и дороги, и жилье. Но есть еще одна связь, о которой рассказал Александр Мор. Давайте посмотрим, как это было. Я не родился на Ямале. Я не работал на Ямале. И в ваших глазах вижу немой вопрос. Ну, дай нам хоть какую-то зацепочку. Хоть какой-то мостик, чтобы пробросить от Александра Мора на Ямал. Я нашел такой мостик. На территории Ямала очень много болот. Так, моя фамилия Мор. Можете погуглить. С немецкого в одном из переводов переводится «Ташвиновое болото, непроходимое Тот». Поэтому можете смело говорить, что Мор на Ямале давно, и его здесь много. Добавлю, что сегодня у Тюменской делегации также прошла встреча с коллективом Новоуренгойской центральной городской больницы, а также награждение жителей Новоуренгоя и закладка камня в честь строительства многофункционального центра в северной части города. Коллеги. Спасибо, Ирина, за подробную информацию. Я напомню, в Рио губернатор Тюменской области Александр Мор сегодня находится с рабочим визитом на Ямале.